Чтобы построить детский сад, нужно согласие дольщиков. Вот эту территорию планируют использовать под строительство дошкольного учреждения на 240 мест. Во вторник городские власти презентовали в Рождественском проект будущего сада и пояснили, почему дольщики, залогодержатели данной территории, должны как можно быстрее дать письменное согласие. Есть определенные договоренности с Министерством строительства, чтобы нам выделить денежные средства и средства федерального бюджета для строительства этого детского сада. И для того, чтобы мы получили разрешение на строительство, требуется 100% согласие дольщиков для заключения договора субарендой с управлением капитального строительства. Если мы эту работу не проведем, то приступить к строительным работам мы, к сожалению, не сможем. Под 100% понимают более 2000 дольщиков. С юридической точки зрения интересует согласие именно тех, кто пока не является собственником квартир. Сад в Рождественском лишним не будет. Тем более, что жилье в многострадальном районе купили в основном молодые семьи. Это очень важно. К этой работе нужно отнестись с пониманием. Бланки можно взять и чистые, и пустые. Инициативная группа дает. Просто надо прийти с паспортными данными, лично прийти, заполнить. Либо принести уже заполненные заявления. Для тех дольщиков, кто живет в других регионах, в других странах у нас, может быть, даже есть. Пожалуйста, присылайте заполненные заявления нотариальные. Никаких удостоверений не нужно. Простая письменная форма заявления с подписью согласия. Если работу по сбору согласия удастся провести в срок, то строительство детского сада может начаться уже в следующем году. В противном случае участок под учреждение придется отсуживать. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.